Добрейшего дня! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quice. Сегодня сниму еще один провокационный ролик после ролика про армию США. Тема возникла совершенно неожиданно из воздуха. Вчера я пошел в свой фитнес-центр, позанимался, поплавал в бассейне, попарился, лежу в таком креслице, смотрел новости и вдруг о ужас! По американским новостям показывал репортаж из одного из штатов, где полностью легализована марихуана. И показывал девушку, которая у себя дома соорудила такую небольшую палатку с тепло- и влагоизолированными стенками, провела вентиляцию и спокойно к себе дома эту коноплю выращивает. Я немало удивился, думаю, что же такое в средьбе унято происходит. Думаю, дай-ка я посмотрю материалы в интернет и вообще пробью тему. Больно как-то необычно все выглядит. Это Америка, которая первая бьет войну у коноплей и вдруг на тебе легализация такая. Значит, сразу предупреждаю. Позиция автора канала. Мы категорически против любых наркотиков, алкоголя, приема вовнутрь. И вообще мы за здоровый образ жизни. Ловпиз толеранс. Так вот, залез в интернет, стал копаться и обнаружил, что оказывается, в 18 штатах уже конопля, то есть марихуана, была легализована. А в прошлом году произошло эпохальное событие. В ноябре месяце Конгресс подписал закон в двух штатах. Это Колорадо, соседний от нас штат на запад. И Вашингтон. По-моему, это там, где Сиэтл находится, где я уже был. Там произошла полная легализация марихуаны. Что это означает? Это значит, что вы можете даже дома выращивать до шести кустов конопли. И, соответственно, спокойно все это высушивать, забивать и использовать по назначению. Что же касается остальных штатов, значит, там тоже легализация, но, конечно, не в таких безумных масштабах. Значит, если вы испытываете какие-то проблемы со здоровьем, у вас тошнота, головокружение, астма, ликемия, СПИД. Короче, огромнейший список недугов. Вот с этим списком недугов выйдете к своему врачу, он вам выписывает рецепт, выйдете в специальный магазинчик и покупаете то, что вам необходимо для поддержания здоровья. Значит, если Ваш врач вдруг по каким-то причинам сочтет, что вы недостаточно больны, вы, например, как в Калифорнии, можете увидеть на улице или в съемном каком-то помещении фирмочку, которая произведет недорого медицинское обследование, найдет у Вас требуемые недуги, выпишет Вам рецепт, и Вы также на улице спокойно, абсолютно легально, спокойно купите то, что вам необходимо. Все, собственно говоря. Что же касается вот этих вот штатов с полной легализацией, Колорадо, Вашингтон, выращивание и потребление легализованы полностью, даже в домашних условиях, а вот что касается продажи, то это пока находится под вопросом, то есть возникает пока двойка причин. Вы можете что-то вырастить, продавать это не можете. Вот. И, соответственно, сейчас идут дебаты о том, чтобы еще как-то регламентировать, собственно говоря, и продажу. Теперь немножко, как бы, что находится под водой вот этих всех законов, легализации и всего прочего. Я думаю, власти недуратей недавно поняли, что референдумы, тем более, проводились среди населения. Все, что легализовано, и так продается на черном рынке. Так зачем же, спрашивается, кормить нелегальный преступный бизнес, когда спокойно можно за этот счет получать деньги в казну? Вот. Так, видимо, посчитали власти этих двух штатов, провели референдум, и более 50% населения проголосовали за полную, как бы, легализацию. Тем не менее, чтобы, как бы, охладить, вот, возникшие эмоции, могу сказать, что во многих штатах законодательство не так лояльно относится к конопле. Во многих штатах очень весьма суровое наказание на Аляске, например, и другие штаты. И, в принципе говоря, референдумы проводились практически везде по США, и во многих штатах население сказал категорически нет. Нам вот такого счастья не надо, сори, как говорится. Пока поживем и без этого. Вот. Значит, информацию об этом, если вы хотите узнать, в интернете предостаточно, как русскоязычном, так и англоязычном. Значит, чтобы меня, опять же, не обвинили в том, что я что-то пропагандирую, кому-то что-то навязываю, господа, гугль вам в помощь. Заходите в гугль, хоть английский, хоть, понимаете ли, русский, набирайте необходимые статьи, и дальше получаете всю исчерпывающую информацию, как, что, куда, чего и каким образом. Для общего развития я вам скину сайт с одной статьей, она, ну, скажем так, наиболее популярно все это расписывает. Ну и заодно напишу в ниже описании ролика список штатусов, в которых на сегодняшний момент эта легализация успешно состоялась. Вот. Ну, вот такая вот необычная информация. Значит, жду заявки на сюжеты, подписывайтесь на мой канал. Те, кто начал смотреть канал недавно, прежде чем писать мне вопрос, значит, посмотрите, пожалуйста, все ролики, они в хронологическом порядке, описывают всю мою жизнь и описание в Америке. Скорее всего, вопрос, который вы хотите мне озвучить, значит, я уже ответил. Поэтому просто потратите свое время, почитайте и смотрите. Жду ваши комментарии, приятно на них отвечать, поднимать мне с утра настроение. Удачи и оставайтесь на наследие.